утро доброе дорогие друзья я закончил четвертую по счету настоящую полноценную тренировку на этом китайском мотоцикле возникли задержки связанные с неожиданными полонками кратко давайте пробежимся потому что было сделано за тот период пока мы с вами не встречались а сегодня во второй половине дня я возьму вас в небольшую эндуро поездку ну а сейчас немножко технических деталей не сильно вдаваясь в подробности во первых мне не нравилось как работает передняя вилка на отбой был удар я решил не просто начать с регулировок гидравлики а поменять еще масло по алу масло используется 10 в я его заменил на максимально допустимый объем масла но 5 в сразу хочу сказать о двух негативных сторонах которых я упоминал в предыдущем видео и как за которые прошу прощения оказалось что я был не прав во первых вот эта фара интересным образом на моем двухтактном мотоцикле работает плохо а на четырехтактным видимо ввиду того что система электросистема стабилизируется аккумулятором она вполне себе пригодно светит так что прошу прощения за наговор второй момент о котором я говорил что могут быть проблемы но проблем до сих пор у меня не возникло это передняя вилка я говорил о том что вот эти болтики расположены слишком близко траверса узковато и поэтому ожидаю скручивание но на передней вилке в отличие от яви при европейских вилок двойной кламп и справа и слева что обеспечивает дополнительное держащие усилия на оси колеса и поэтому траверсы работают в комплекте в купе с вот этими клампами и на самом деле здесь сейчас я уже все триальные элементы пробовал и никаких нареканий к работе вилки в плане скручивания у меня тоже нет также прошу прощения что же я сделал еще я поставил вот такие упорчики резиновые против удара передней вилки я смотрю он уже сполз и наверное не очень работает еще но не очень кроме этого пытался настраивать задний амортизатор еще хотелось бы сделать его побо по жестче крутил крутил но у меня разрушился внутри буфер резиновый и теперь однозначно мне необходимо его снять демонтировать обслужить и поменять буфер к сожалению китайский поставщик говорит что отдельно они эту деталь не продают только амортизатор в сборе поэтому у меня оказался буфер от моей мантесы я его туда намерен поставить но придется конечно же весь этот узел разбирать я получил рычаг переключения передач как я вам говорил это их же родной рычаг переключения просто другая модификация и вот он стоит и работает уже как это и быть должно так что нарекания в данном контексте снята мы последнее это красивая красная задняя звезда у меня здесь возникли тоже вопросы к ней я увеличил ее не просто поменял цвет а увеличил ее на два зуба потому что у меня было ощущение что вот их как раз не хватает и действительно она мне здорово помогла что плохого в таком подходе в том что звезда в данном случае на 50 по моему два зуба это очень много для мототриала посмотрите как она смотрится относительно колеса если вы будете заниматься в настоящих каменюках велик шанс ее ударить погнуть и заиметь определенные проблемы собственно задержка по выходу этого видео произошла из-за того что я нашел проблему с помпой системы охлаждения двигатель у меня перегревался и перегревался несколько раз до такой степени что отказывалось сцепление поэтому я был вынужден начать разбираться с этой проблемой и нашел течь раковины на валу помпы течь сальников и совершенно сухую систему вал пришлось переделывать шестерню я не в процессе демонтажа не то что не умелыми действиями а из-за того что китайский производитель собирает все на чрезвычайно прочный лактайт я ее сломал поскольку шестерня пластиковая и вот именно это меня очень сильно отбросило по времени выходу этого видео я изготавливал новую звезду не изготовил вал и звезду из титана но пока это все работает не очень хорошо мне придется снова разбирать не как я уже сказал придется разбирать амортизатора есть вопросы к воздушному фильтру есть вопросы здесь я могу вам даже наверно продемонстрировать в чем проблема дело в том что после сборки мотоцикл издает странные звуки слушайте вот этот звук идет непосредственно из-под крышки сцепления помпу я разбирал запускал двигатель смотрел помпа ничего не касается это явно проблема с шестерней которую я изготавливал то ли она где-то затирает по корпусу то ли еще какие-то там возникли сложности придется разбирать вот в это видео я в принципе планировал добавить еще и более глубокий разбор технический разбор тех проблем и нареканий которые у меня возникли в этом с этим мотоциклом но эта тема у нас теперь переносится в другое видео потому что стратегия и подход к этому несколько изменился ко мне обратился менеджер компании китайской и говорит слушай может быть ты поможешь мне развить продажи в россии вот этих мотоциклов но что я ему честно говоря ответил что в принципе нахожусь далеко и это мне не очень прямо скажем интересно но если это не будет грузить меня очень сильно по времени то можно наверное попробовать в эту игру поиграть но я ему поставил одно условие а условия следующие я подготовлю материалы по тем техническим проблемам и претензиям которые я здесь нашел на текущий момент и вот я ему их представлю соответственно я должен наверное записать видеоролик со всеми своими наработками и идеями на английском пожалуй языке для того чтобы они это естественно понял и вот если они отработают все мои замечания или мы в дискуссии каким-то образом эти проблемы договоримся до решения этих проблем каким-то образом тогда мы сделаем наверное следующий шаг и и Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добрый вечер! Смотрите какой красивый лесок в закатном солнце я для вас нашел чтобы записать на этот раз крайний сегмент второго видео об этом мотоцикле из Китая подошла к концу шестая по счету тренировка все мне в целом нравится скажу что единственной пожалуй достаточно серьезной проблемой этого мотоцикла является его больший вес по отношению к двухтакникам как мне кажется 200 кубового мотора с вот этой звездочкой 50 зубьев хватает быть может на триальной версии звезды менять не придется это вот моя лишь заморочка что по весу вообще вы знаете у меня стало вот сейчас получаться делать все элементы которые я делаю вплоть до прыжков на заднем колесе они поначалу у меня вот совсем не давались но я уже об этом говорил там вопрос в тайминге и в ручке газа даже не больше в весе потому что все остальные элементы как мне кажется даже получаются лучше потому что вот этот вот рывок мотором когда ты сцеплением и газом помогаешь себе прыгнуть куда-то здесь получается даже лучше ну просто потому что четырехтактный двигатель момента на колесе обычно имеет побольше это здесь прям чувствуется момента здесь больше чем на моих двухтактниках но надо понимать что мои двухтактники тоже уже престарелые ну имеется ввиду не то что там двигатели уставшие а в том что вполне вероятно современный двухтактник будет себя вести несколько иначе ну это так я будучи в таиланде брал трехсотку вот трехсотка понятно там и объем больше она пуляет а вот TRS я брал ну тут вообще резкий как понос прям так жестко выплевывает тебя так что быть может если у вас современный двухтактник он будет ну наравне с вот этим в общем это мне понравилось поэтому вы знаете пристрелявшись мне кажется все абсолютно все элементы будут получаться и прыгучесть вот у этого мотоцикла с точки зрения подвески очень классная то есть у меня по подвеске скажем так есть вопросы и вопросы они вот по передней вилке не то чтобы в избыточной мягкости но вот на полном сжатии видимо в конструкции вилки не предусмотрено ничего по поводу гидравлического торможения вот складывания вилки потому что я попробую еще долить там по 10 миллилитров каждое перо масло и посмотрим как это будет но вот сейчас было пару серьезных спрыгав от особенно тот когда я провернул руляж в креплениях ну жесткий удар до вилка складывается до жесткого удара то же самое происходит задним амортизатором но в целом для мото триала это как бы нормально но буферизация должна быть то есть прям лязгающего металлического звука быть не должно да то есть вилка складывается но она в конечном моменте она должна вот как бы уже буферизироваться гидравлический внутри не давая жестко соударяться деталям сцепление на удивление работает ну просто изумительно вот прям не ведет ничего вот я был удивлен я в какой-то момент когда только первый раз пробовал подумал у у меня сцепление не в душа я выжил включил передача он даже не рыпнулся то есть вообще то есть такого ну такое редко только на новых мотиках бывает когда диски абсолютно новые прямые ну как бы далеко не всегда это бывает и вы знаете тормоза бомба вообще никаких нареканий я говорил что крепление тормозов на 4 болта мне не нравится но с точки зрения держащей силы контроля легкости рычагов но все очень правильно причем я вам хочу сказать колодки очень приличные потому что ну вот мои мой мотоцикл двухтактных же он там breaktech лучшее что есть в этом мире я хочу сказать вот эта штука тормозит мне кажется не то что не хуже а может даже лучше в целом подводя итог я скажу что мотик мне понравился и я хочу на нем побольше потренироваться чтобы глубже нырнуть в эту тему но есть проблемы которые я освещу в следующем видео из которыми безусловно надо поработать прежде чем кого-то кому-то этот мотоцикл рекомендовать в покупку а на этом у нас все пока